Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех поздравляю с воскресным днём. И вот у нас это воскресенье празднуется память святителя Григория Паламы, святителя, святого, который оказал особое влияние на учение Церкви. Вот у нас есть семь вселенских соборов, на которых были установлены основные догматы нашей Святой Церкви, о Господе, о Его воплощении. Но вот святитель Григорий Палама, он утвердил, он защищал тоже очень важную часть учения Церкви о божественной благодати, о тех божественных энергиях, которым человек может приобщаться. Но вот из жизни святителя Григория мы знаем, что он родился в семье человека достаточно знатного, в Фессалуне, то есть в Фессалоникие, но его семья вынуждена была из этого города уехать, и они приехали в Константинополь, и его отец занял довольно высокую должность при императоре. Но вскоре его отец умер, и получилось так, что сам император, он принял участие в воспитании будущего святителя и помог ему получить и образование, ну и вообще сам практически лично о нем заботился. И вот будущий святитель, он получил хорошее образование, но при этом он всегда тянулся к жизни такой молитвенной, монашеской. И в 20 лет он уходит на Афон, и там долгое время подвязался. Сначала под управлением одного из таких опытных старцев, потом в одном из монастырей неоспослушания, удалял, какое-то время удалялся и на такую подвижническую, уединенную жизнь. Но вскоре было нападение турок на Афон, и он опять вернулся в Константинополь, и, вернее, сначала вернулся в Фессалоникие, в свой родной город. Был там рукоположен, сначала стал священником, а через какое-то время был и рукоположен его епископ этого города. Ну и в то время как раз разгорелись споры о сущности божественной благодати. Ну, конечно, это называлось там более такими сложными терминами, это вообще сложная тема. До сих пор многие, даже православные, некоторые, ну такие, как бы, как бы богослови, то есть люди, старающиеся как-то вникнуть в учения православной церкви. Но даже такие люди, вроде бы православные, но не все не принимают этого, то есть не могут понять его учения. То есть довольно трудно оно воспринимается даже до сего дня. Но, тем не менее, появилось противодействие тому опыту духовному монашеской жизни, в первую очередь, некий Варлаам, он приехал сначала в Константинополь, был там поставлен таким учителем и церковным, и даже светской науки он хорошо знал, тоже преподавал. А потом поехал, кроме этого, на Афон, и там стал как раз он свое учение развивать на основе того, что Бог не познаваем, и что, значит, и люди Бога познать не могут. И то, что переживают монахи через аскезу, через подвижническую жизнь, через молитву, то есть то причащение к божественному свету, тому свету, который видели апостолы на горе Фавор. Вот он стал их обличать, что это некие мечтания, что этот свет на самом деле, если они и видят, то это обычный какой-то свет. И вот святитель Григорий как раз против него выразил учение церкви о том, что вот этот свет Фаворский, он есть свет действительно нетварный, божественный, и это есть та благодать, которой человек может приобщаться. То есть если этого не происходит, то получается, что все наши труды, они не имеют никакого плода, то есть наша душа, она к Богу приблизиться не может, она может лишь размышлять, мы можем лишь размышлять о Боге по учению этого Варлаама, что мы можем о Боге размышлять, но Бога познать, к нему приблизиться, стать как-то ближе к пониманию Бога, к общению с Богом, человек не может, по его мнению. Но святитель Григорий, он обосновал учение церкви, которое на самом деле оно было и до этого, уже это многие отцы, это начиная с Дионисия Репагита, потом и преподобный Симеон Новый Богослов об этом много говорил, ну и другие тоже святые отцы об этом говорили, но как бы не было именно так сформулировано, систематизировано это учение о божественной благодати, о божественных энергиях. Но вот святитель Григорий, он обличил Варлаама, и был создан собор, на котором он победил, было признано учение святителя Григория истинным, православным, Варлаам был посрамлен, но потом все равно, хотя и Варлаам был изнан, но у него остались ученики, причем влиятельные, это некий Акиндин, и даже патриарх Константинопольский Иоанн, он тоже принял учение Варлаама, стал его последователем, и святитель Григорий был создан опять через время другой уже собор, несправедливый, святитель Григорий был низвержен с кафедры и послан в ссылку, многое он претерпел и гонений, но в конце концов все-таки учение святителя Григория, оно возобладало, когда уже умерли последователи Варлаама, святитель Григорий был возвращен на кафедру, но когда он был в путешествии, в пути, то напали пираты на его корабль, и он несколько лет, около трех лет он провел в заточении, то есть его был продан сначала в одно место, потом в другое, и только через несколько лет смог вернуться в Фессалонике, и последние три года уже прожил там, ну, в таком покое, и мирно отошел ко Господу. Ну вот учение святителя Григория, оно на самом деле очень важное для нас, особенно мы вот в это время, во время поста мы вспоминаем о нем, о его учении, потому что мы несем труды, несем, вот постимся, молитвенные труды несем, и, конечно, мы должны какой-то и плод от этого получать, то есть не просто трудиться, не получая ничего, при этом наш труд, если его правильно совершать, то он призван на стяжание смирения, то есть терпение и каких-то трудностей, скорбей, претерпевание, ограничение себя, и вот если у нас нет плода именно в принятии благодати Божией, то во всем остальном, как говорит апостол, то мы самые несчастные люди, то есть мы себя во всем ограничиваем, и при этом ничего не получаем, то есть если не получаем вот той радости духовной, внутренней, которая и есть, знак присутствия благодати Божией, то все наши труды, они будут напрасными, то есть они будут только приносить скорбь, приносить неудовлетворенность, и человек не сможет даже и выдержать. Ну вот святитель Григорий в своем учении, он выразил то убеждение Святой Церкви, что мы, молясь Богу и ради Бога совершая некий труд, мы к Богу приближаемся, и Господь нас поддерживает и укрепляет, хотя мы действительно не можем познать Бога в своей сути, Бога не постижим, не познаваем, и мы во всей полноте Бога, ну ни одно творение Божие, Его воспринять не может, но мы принимаем Его действия, то есть то, что Господь в нашей душе сам может совершить. И вот это учение, оно нам помогает, укрепляет, и мы сами чувствуем, вот мы должны это воспринимать, конечно, может быть, не в той мере, которой воспринимали это подвижники, которые уединялись, и которые действительно видели этот, и воспринимали этот нетварный свет, который душу преображает, и который есть свет умный, свет действительно божественный, ничем неописуемый, и, как говорят о нем святые отцы, это и есть то уже при общении к Царству Божию, в которое в полноте человек войдет уже в жизни вечной. Ну и мы прикасаемся к этой благодати. Вот то есть вот это у нас обычно слово «благодать», оно такое, с одной стороны распространенное, а с другой стороны мало кто может объяснить, что это такое. Да, ну вот святитель Григорий, он как раз и описывал, и, ну, насколько это можно словами описать, потому что не все можно словами выразить, но он написал, что это есть действие Божие. Вот у нас мы, например, есть, ну, такое, как бы по-человечески понимание, вот мы, например, надеемся, что мы там потрудимся, вот мы приобретем благодать, да, то есть, ну, можно ли благодать приобрести так, вот как можно собрать какое-то, какое-то вещество, да, вот если нам вникнуть в учение и в объяснение святителя Григория, то мы поймем, что мы можем приобрести навык приобретения благодати, то есть чтобы душа наша, она приобрела навык обращения к Богу, чтобы мы не надеялись на какие-то свои умения, силы и на то, что мы можем вот что-то приобрести, а потом, как бы уже отдыхать, ничего не делать, вот у нас благодать собрана. Ну, вот учение святителя Григория, вот оно, например, говорит о том, что нет, что мы можем в течение наших трудов приобрести навык, через который мы к благодати приобщаемся, но как к действию Божию, то есть Господь непрестанно в этом мире свое действие проявляет. Вот если мы не ослабеем, если мы постоянно будем к Богу стремиться и приобретем навык всегда к Богу обращаться, то есть не надеяться ни на себя, ни на свое умение, а больше на Бога, что Господь будет в нас действовать, и что Господь будет в нас производить то, что необходимо для нашего спасения, то тогда это и есть приобретение благодати, то есть некий навык непрестанного действия нашей души. То есть мы не можем остановиться и сказать, что вот я уже приобрел спасение, приобрел благодать, это мы, может быть, уже когда отойдем в вечность, ну тогда как бы этот навык, он уже в нас станет неизменяемый, и тогда мы действительно к Богу уже навсегда сможем прилепиться и достижать Царство Небесное. Ну вот такое изучение тех слов и учение свидетеля Григория, оно дает нам большую пользу. Вот поэтому, конечно, все понять мы сразу не можем, это не очень просто. Вот я же повторю, что сейчас даже и некоторые есть современные богословы, которые начинают там спорить, как-то тоже опровергать, но на самом деле они в этом больше опять склоняются к учению противников святителя Григория, там Варлаама, Кендина. Вот поэтому нам нужно, может быть, просто принять, вот принять то учение, то, что святитель Григорий для нас уже отвоевал, утвердил своими трудами, своими, и своими в том числе и страданиями за истину, за правду ради Церкви. Ну и ныне мы его почитаем, будем мы ему молиться, чтобы вот сейчас, проходя поприще Великого Поста, мы тоже прикоснулись к благодати, к тем божественным энергиям, к тому действию Божию, которое Господь совершает, и к которому мы можем приобщиться, но если вот правильно, как нам Церковь заповедует, будем нести свой труд и покаянный, и с постом, с молитвой, да, двигаться в сторону Бога. Аминь.